Старт мероприятия на пленарном заседании. С приветственным словом перед собравшимися выступили начальник управления организационно-кадровой работы Могилевского облсполкома, председатель Бобруйского горисполкома, помощник президента по Могилевской области. Приоритетом проводимых обсуждений Леонид Мартынюк обозначил нивелирование негативных тенденций и закрепление достигнутых успехов. Практика проведения такого рода семинаров уже выработана, и мы видим их эффект, безусловный эффект, поскольку люди, государственные служащие, люди, которые приглашены в рамках семинара, стараемся пригласить очень компетентных, грамотных людей, которые могут что-то рассказать. Неспроста площадкой для проведения семинара выбран Бобруйск. Кадровые процессы отличаются своей успешностью на городском уровне. Изучить вопрос не только теоретически, но и практически. Участники семинара продолжили свою работу на заводе тракторных деталей и агрегатов. Посетили участки новых технологий и сборки техники. А уже во время расширенного заседания подробно остановились на кадровой политике крупного предприятия и на стратегии его развития. Предварительное изучение кадровой работы, в том числе работа с молодыми специалистами, социальный пакет как для работников, так и для молодых специалистов, он свидетельствует о том, что работа здесь поставлена на плановом уровне и, соответственно, есть положительный результат. Для достижения высоких производственных результатов важно создать комфортную социальную среду, благоприятный психологический климат в трудовом коллективе. Все это непосредственно влияет на уровень производительности труда и конечные результаты деятельности, уверены в организации. Основная цель – это удовлетворить те запросы, которые имеются у наших сотрудников, обеспечить их социальную базу, скажем так, своевременную и полную выплату заработной платы, уделить внимание оздоровлению сотрудников, уделить внимание повышению их квалификации, что тоже немаловажно, дать им возможность развиваться и строить свою карьеру на предприятии, повышать и совершенствовать свой уровень, достигая результатов, целей, которые они ставят перед собой. Во время работы с диалоговой площадки участники семинара «Практикума» подняли обширный пласт вопросов, связанных и с применением норм законодательства о труде. Спикеры – представители Министерства труда и социальной защиты. Еще одним интересным моментом встречи стал уникальный тренинг по профилактике, профессионального выгорания и формированию стрессоустойчивости в условиях многозадачности. Это все равно многодневная и даже многомесячная работа, если человек будет вспоминать то, как нужно справиться со стрессом, что такое многозадачность и как от нее избавиться, то и будет над этим работать, то через 8 месяцев он будет профессионалом. 12 июля – второй день семинара. Но уже сейчас есть первое впечатление его участников. И они под стать девизу предприятия – от достигнутых успехов к новым горизонтам. Мы сейчас находимся на половине этого пройденного пути, но уже масса впечатлений, масса положительных эмоций. Мы много уже за сегодняшний день приобрели профессиональных знаний. То, что мы знали и ранее, но несколько углубили свою теоретическую подготовку. Мы все вместе делаем одно дело – развиваем кадровый потенциал. Кадры – это главное богатство нашей страны, нашей области, наших маленьких районов. Мы все патриоты своей малой родины, и наша задача – приумножать это богатство, развивать его. Кадры решают все. Это приоритетная задача дня сегодняшнего. Требует системного решения и комплексного подхода. Роман Костюков, Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск 360.